Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Мы обратились к США насчет выдачи террориста, отправили им запрос. Вашингтон требует от нас доказательств, и мы отправили им четыре папки с документами. Мы предоставим им еще кучу доказательств, но я хотел бы спросить. После атаки на башне Близнецы 11 сентября вы предоставляли доказательства, когда просили выдачи террористов? С претензиями к США высшие политические чины Турции после неудавшегося переворота выступают не в первый раз. Анкара даже пригрозила Вашингтону пересмотреть отношения в сторону заметного охлаждения, если Белый дом откажется в срочном порядке выдать проповедника Гюлена. Но США требовали соблюдения процедуры и предоставления доказательств. Турки все формальности выполнили. Дело за американцами. Наказание виновных в попытке путча повлечет массовую зачистку и оппозиции, подавление инакомыслия и резкие откатурцы в вопросах соблюдения базовых демократических прав и свобод. ЕС и США обеспокоены. Но резкая критика Евросоюза на прикрытых дверях, которые для Анкары теперь появится замок, не останавливает турецкие власти. Тюремные сроки для врагов народа они считают слишком мягким наказанием. Вопрос о смертной казни будет обсуждаться в парламенте. И я надеюсь, политические партии примут правильное решение. Если они выступят за снятие моратория на смертную казнь, я одобрю этот шаг. Одобряет возвращение казни не только правящая верхушка. Костры, фаеры, политические лозунги, люди, укутанные в турецкие флаги. Вторую ночь площадь Таксим – центр проправительственных митингов в Стамбуле. Турецкий народ едва избежал сильного потрясения. Мы были спасены от предателей среди собственных сограждан в последнюю минуту. Да, в стране чуть не произошел военный переворот. Я бы хотела, чтобы этого не было, но это так. Я надеюсь, что такое больше не повторится. Мы не хотим кровопролития. Я за мир в нашей стране. Тем временем СМИ публикуют новые кадры субботних событий. Несколько мощных взрывов. Горят автомобили, люди разбегаются, паника. На съемках с городских камер наблюдения – обстрел президентского дворца в Анкаре. На авиабазе Ак-НЖ, захватив военную технику, мятежники устроили штаб. В ответ на требования сложить оружие и сдаться властям, открыли огонь по-гражданским. Более 7,5 тысяч человек задержаны. Подавляющее большинство – военные и служители Фемиды. От занимаемых должностей отстранены более 13 тысяч госслужащих. Убиты не менее 265 человек. Ранены – полторы тысячи. Эксперты подводят итог. Заметно укрепив свои позиции внутри страны, Эртаган вступает в период кризиса в отношениях с Западом. Выльется ли это в открытое противостояние, будет зависеть от многих факторов – как от действий Анкары, так и от принципиальности США и ЕС. У Эртагана достаточно рычагов для воздействия на Запад, будь то миграционный кризис в Европе или борьба с исламским государством в Сирии. Единственное, что может действительно помочь преодолеть разногласия – это членство Турции в НАТО. Но аналитики-скептики не исключают, что в случае попыток обуздать Эртагана, он начнет шантажировать ЕС и США выходом страны из военно-политического блока. А это будет означать ослабление позиций Запада на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Холодная война должна остаться в прошлом. Это еще не о Турции. Генсек НАТО Йенс Толтенберг не устает заявлять о нежелании Запада идти на конфронтацию с Россией и провоцировать новый виток гонки вооружений. Глава Североатлантического альянса в статье для испанской газеты «Эль Паис» написал, диалог с самым большим и сильным соседом НАТО в долгосрочной перспективе является фундаментальным способом укрепления безопасности в Европе. Столтенберг напомнил, что в ходе недавнего саммита в Варшаве лидеры стран-участниц альянса договорились об укреплении восточного фланга. При этом, отметил он, некоторые опасаются, что эти меры приведут к эскалации ситуации. «Я понимаю беспокойство, но я не разделяю его», – добавил Столтенберг. Вместе с тем, очевидно, на всякий случай генсек упомянул пятый пункт устава НАТО, предусматривающий коллективную оборону. Главный американский дипломат побывал в святой святых британского правительства. Госсекретарь США Джон Кэрри под прицелом фото- и видеокамер прибыл сегодня на Даунинг-стрит-10 в Лондоне на встречу с новым премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй. Появившись на пороге резиденции, главы правительства Кэрри решил поприветствовать журналистов. Швейцар поначалу открыл знаменитую черную дверь, но, решив не портить кадр, резко закрыл ее. Именно в этот момент глава госдепа решил войти в дом. После небольшого столкновения с дверью Кэрри препятствие преодолел и провел свои первые переговоры с Терезой Мэй. Детали остались за все той же дверью, но мало кто сомневается. Главная тема – Brexit, выход Великобритании из Евросоюза. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на RTVI у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра и, как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова